Сначала этого года свою работу потеряли 120 тысяч россиян. Это последние данные Министерства труда. Кроме того, под угрозой сокращения сейчас еще 220 тысяч человек. Общее же число зарегистрированных безработных приближается к миллиону. И этот показатель пока лишь растет. Вакансий на рынке труда вроде бы пока больше. Однако проблему безработицы это не решает. А вот в Армении оценивают, насколько эффективными оказались меры по борьбе с безработицей, которые ввели там год назад. Тем, кто попал под сокращение, пособий не платят. Зато всячески поощряют поиск работы. Это такое национальное ноу-хау, о котором не без гордости говорят чиновники. Помогло ли оно решить проблему, выяснял наш корреспондент Ирина Макарчан. Каждое утро этот салон превращается в школу стилистов. Здесь работают по программе государственного агентства занятости. Желающих столько, что пришлось организовать две смены. Впервые за 10 лет. Прически у меня всегда хорошо получались. Если не удастся устроиться в салон, буду подрабатывать дома. Раиса Пагусян по первому образованию воспитательница в детском саду. Проработав два года, попала под сокращение. По закону сначала получала пособие, но потом материальную помощь отменили. В агентстве занятости отправили получать новую профессию. К стилисту Лидия Апресян. По окончании курсов они получают государственный сертификат. Государство выдает им и свидетельство частного предпринимателя. Чтобы они могли обслуживать клиентов на дому, им нужно просто исправно платить налоги. Социальную революцию армянские власти объявили год назад. Безработным перестали оказывать прямую материальную поддержку. На человека выходило 40 долларов в месяц. Не так много. Третья часть минимальной зарплаты в стране. Но в правительстве говорят, бюджет терял миллионы. И эти миллионы вылетали в трубу. Мы решили сделать программы более эффективными, чтобы бюджетные средства тратились по назначению. Всем тем, кто действительно хочет найти работу, государство выплачивает пособие. Эти деньги идут на посещение работодателей, оформление резюме. У нас множество программ, которые вовлекают всех желающих. Сейчас принцип простой. Хочешь есть, ищи работу. А с этим помогут в центре занятости. Центры занятости в Армении долгое время называли местом, где выдают пособие по безработице. Менять профессию, а уж тем более соглашаться на непрестижную работу, мало кто хотел. Люди предпочитали просто сидеть дома и получать деньги от государства. Чиновники подсчитали, до ликвидации пособия трудоустроиться смогли лишь 6 человек из 100. Сейчас таких 20. В Акассии есть разнорабочий в фермерском хозяйстве, менеджер в супермаркете, воспитатель в детском саду. Мы давно сотрудничаем с агентством занятости. За прошедший год у них появилось много интересных программ. Например, по этой программе половину зарплаты воспитателя плачу я, другую половину государства. Именно поэтому я предпочитаю брать сотрудников из агентства занятости, а не со стороны. Такой подход к трудоустройству раскритиковали профсоюзы. Возвращение выплат они добиваются и сегодня. Мы считаем, что пособие безработицы, по безработице оно должно было существовать, поскольку это является конституционным правом и записано в Конституции Республики Армения. Депутаты парламента, которые год назад принимали закон о занятости, с этим не согласны. Говорят, социальное обеспечение никто не отменял. Есть и другие виды выплат. Например, для инвалидов или многодетных семей. К тому же, пособие по безработице некоторые воспринимали как дополнительный заработок. Ради 40 долларов люди просто не оформляли документы у работодателя. Эта проблема у нас полностью отпала. Нет никакого резона скрывать свою занятость. Мы решили главную проблему. Статус безработного имеет только тот гражданин, который вовлечен в программу агентства занятости. Но эксперт говорит, все социальные проблемы решить до конца пока не удалось. По данным Международной организации труда, уровень безработицы в Армении рекордный. Свыше 18 процентов. И пока это первое место в СНГ. Ирина Макарчан, Гованес Калджан. Программа «Вместе. Армения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова